Вообще-то меня смотрят и дети. Дети, они, товарищи, понятливые. А теперь детишки за папой сбегали, за мамой сбегали, приготовили ручки, тетрадки и конспектируем. И хотя этот сюжет будет повторяться и в программе «Дом, милый дом» и в автостопе, он имеет и к тому, и к другому прямое отношение. Ну, во-первых, почему к автостопу? Потому что то, что я вам сейчас покажу, находится как раз рядышком с рэпом, расположенным в поселке Радужный. Вот второе отделение. То есть, до него тут буквально 50 метров. Почему в программу «Дом, милый дом»? Ну, понятно, да? И вообще-то я сегодня вам открываю золотое дно. В свое время один очень хитрый товарищ купил кусочек земли у индейцев. Там буквально за бусинки, не за дорого. И потом у этого очень хитрого товарища появилось столько денег, сколько вам и не снилось. Место было в Америке, естественно. И местечко, на котором сейчас стоит город Нью-Йорк. Я нашел золотую жилу. Отдаю ей бесплатно. Ну, практически бесплатно. Тут небольшие вложения нужны. Эквивалентные суммы любого домика, расположенного за вот этим дивным забором. Место это находится в поселке Радужный. Здесь гектар земли. Под застройку, без разницы. По цене одного дома. Чтобы вы поняли, эти размеры. Здесь располагается четыре футбольных поля. Как заработать деньги? Всем интересен вопрос. И почему я пригласил детей с утра? Так вот, есть несколько способов. У товарища Бендера их было тысяча относительно честных способов, как заработать деньги. Я назову три самых простых, без вопросов. То есть, первый, совершенно простой способ. Это, ну, просто купить, разделить на участки и продать землю. Земля здесь денег стоит. И вот это вообще три секунды ровно. Второй способ. Для банкиров у нас очень много банков. Они все, конечно, очень порядочные. Так вот, у каждого управляющего есть возможность улучшить свое финансовое положение. Как это делается? Почему я этим не могу заняться? Потому что у меня испорчены кредитные истории. Ну, такое бывает после кризиса. А у управляющих? Вот они делают ООО, ИП, или без разницы, что-то. И берут на него кредит в эквивалентной сумме одного дома. Потом вот закладывают все это добро в банк. Здесь есть зеленка. Здесь просто супер. Вот, посмотрите, вот это место. Там еще столько же. Вот. И потом на эту сумму кто-то меня ошибчет. Может, это покупатель. Да, я перезвоню попозже чуть-чуть. Вот. Ну, там дельта хорошая получается. То есть, хватит и на квартиру, и на коттедж, и на домик не только в деревне российской. Самый опытный человек, и который, ну, конечно же, имеет некоторое накопление капитала, будь это, например, начальник цеха металлургического комбината, или директор по направлению, купит этот участок, организует строительную фирму, построит здесь либо 20 домов, либо это будут таунхаузы. Вот обратите внимание, здесь уже стоит готовое административное здание. Его можно и под фитнес переделать. И, кстати, вот там труба газовая. То есть, все коммуникации, электричество, все здесь есть. И канализация в том числе. Вот. Сделает себе там офис. Офис уже готовый, только табличку надо повесить. Сейчас мы вам покажем. Вот. И здесь по очереди будет строить дома. Потом она это все, естественно, продаст. У нее денег станет, ну, наверное, в 20, может, в 40 раз, может, в 100 раз больше. Вот. И сделает ТЖХ. И будет немножко денежки качать. То есть, безбедное будущее, вот я вам нарыл, да, это не только будущее, это и настоящее, которое располагается в городе и стоит. Внимание, еще раз скажу. Вот сколько тот домик стоит? Ну, подумайте, да, сколько может стоить домик в поселке Радужный? Ну, сумма небольшая, но и не такая космическая. И все вот это добро с зеленкой, с территорией, вот оно, ваше, вот оно золото, которое вы еще не видите. Представьте себе, если бы в центре Москвы или любой другой столицы нашелся бы гектар земли. Такой свободненький такой, с видом на, ну, допустим, Кремль или на Эйфелеву башню. Сложно, да? Хорошо. Представьте себе, сколько денег и трудов надо впыхать, чтобы расселить из престижнейшего района всех. Купить всем дома или квартиры, учитывая все нюансы, получить зеленку и затем очистить от хлама или нет гектар земли. И пусть это будет, ну, взять, к примеру, поселок Крылова. Да, потом поменять все новые коммуникации, газ туда, электричество. В общем, ситуация такая может на 100% считаться чудом. Тем более, что если все это в одних руках и с готовыми документами. И для того, чтобы вы поняли, что это Магнитогорск, это престижнейший поселок Радужный, в коем дома дают фору и хуторкам в том числе, вот вам, так сказать, привязка к местности. Все знакомо, не правда ли? Новый рэп на улице Калмыкова. И он рядом. Кстати, вот он и выезд на эту улицу. А вот вам наглядная панорама одной только части стены этого объекта, выходящей на улицу Виноградную, идущую параллельно Калмыкова. Пешком сие сделать сложно, так что мы на машине. Так сказать, по асфальтированной дорожке. Это продемонстрируем. Следующие кадры покажут вам наличие газораспределительного пункта в аккурат у этого объекта, а следующее наличие силовой ветки по электричеству. Вам нужна канализация на этот далеко не мини-поселок. И вот она прямо на участке. Тут есть и небольшая такая 600 квадратметровая постройка с цехом. С 10-метровым потолком. То есть это либо цех, либо супермаркет, либо с минимумом доработок очень большой дом. Либо кинотеатр. Так, 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 терпение, не падайте. Тут далее помаленьку. Вы сторожки с евроремонтом видели? Ну или котельные. Так вот она, совмещенная с котлами, насосами и всем остальным. Что нужно? Да, тут же есть еще и кухня, и много чего прилагается. Вы в очереди стоите за коробками в 100 квадратах и с участками в 6 соток за 3-5 миллионов. В поселках коих еще ничего нет и будет, когда непонятно? Да, и в эти дома надо еще столько же, если не больше, вбухать? За коробками из шлакоблока вы стоите? Ну не знаю, вот это здание из фундаментных блоков. И оно целиком из них. И если у нас вдруг внезапно разродятся американские торнадо, то снесет половину города, все поселки, нафиг. А вот это здание устоит. И здесь либо офис с евроремонтом, либо жилое помещение. И это готово. Я в принципе рассказал, а, где находится золотая жила, б, как сделать за неделю, ну максимум месяц 10-15 миллионов без вложений денег, если тряхнуть банки. И самое последнее, это возможность при минимуме усилий заработать в 10, а при некоторых усилиях в 100 раз больше. Обеспечить себя, детей, внуков, ну и там на 2-3 поколения вперед. И после этого не говорите мне, что в Магнитогорске невозможно честно заработать деньги. И самые радужные перспективы, как буквально за день-два-три заработать деньги, открываются вам вот здесь. Ну, с другой стороны этого объекта. Вы видели все то, что внутри за забором. Но это не все. Вот это пространство, напомним, это поселок Радужный, это самый престижный район, где деньги зарабатываются легко. Дома стоят под полмиллиона долларов и выше. Это простые дома. Остальные бюджетные вы можете здесь настроить. Но здесь надо строить что-то великолепное. Хотя, как я вам вначале сказал, деньги заработать очень просто. Для банкира это пошел, взял под вот это пространство, огромный гектар, представляете, в центре города кредит. Банк даст нормальные деньги. А потом просто уехал банк. Потом дальше будет здесь застраивать и деньги зарабатывать. Это один способ. Перечисленный в начале. Второй способ. Для работников комбината, которым светит пенсия. Вы знаете, политика нашего градообразующего предприятия хороша. То есть поработал, заработал, ну и пора бы отдыхать. Но некоторые не хотят отдыхать. Пожалуйста, вложились суммой эквивалентной одному коттеджу на поселке Радужный или Хуторки. Построили здесь 20 таких коттеджей. Вот вам деньги. Ну и, естественно, для строителей. Самое интересное, вот, опять же, это как из этой суммы сделать сумму в 100 раз большую. Просто построили кондоминиумы, хотите, таунхаузы, места здесь. Вот, коммуникации хватает. Вот оно, золотое дно, которое, ну, не часто появляется. Тем более в городе Магнитогорске.